Здравствуйте! Вы смотрите программу «Один совет» и с вами я, Мила Тарасевич. Сегодня я выбрала очень интересную и актуальную для многих тему – отбеливание зубов. Что может быть прекраснее, чем здоровая белоснежная улыбка? Пожалуй, именно на это обращают внимание люди вокруг. Добиться такой улыбки раньше можно было за бешеные деньги. А сейчас эта процедура доступна по очень привлекательной цене. Но возникает масса вопросов, на которые нам прямо сейчас ответит руководитель студии по отбеливанию зубов Василий. Василий, привет! Привет! Ну, у меня возникает к тебе на самом деле масса вопросов. Но, наверное, первый, все-таки как специалист, работающий в этой сфере, ты наверняка должен знать, почему все-таки желтеют зубы. Мила, желтый пигмент, образование желтого пигмента – это естественный процесс жизни, деятельности любого человека. То есть, к сожалению, без него никуда, от любых напитков, абсолютно от любой еды желтый пигмент образуется. Это неизбежно. И, естественно, такие агрессивные, как кофе, курение, чай, красное вино и так далее, ускоряют этот процесс. Но, как бы там ни было, от него нам никуда не деться. Ну, я знаю, что многих людей действительно беспокоит такой момент, как насколько это вредно. Вот, расскажи, пожалуйста, насколько вредна эта процедура и чего не стоит бояться? Ты знаешь, вот, мне кажется, это стереотип откуда-то, не знаю, с Советского Союза, потому что подобное осветление, отбеливание, оно уже давно распространено в странах Европы, Америки и так далее. Бояться абсолютно нечего. И это не вредно. Страхи, в основном, вызывают у людей боль. То, что снимается верхний слой эмали, выпадают зубы, ну, в общем… То есть, то, чем ты здесь не занимаешься? Ну, то, чем, наверное, не занимается никто. То… В стоматологиях тоже не делают? Ну, во-первых, стоматологи, они, конечно, лечат, они калечат. В большинстве случаев, да, я надеюсь. Разница, да, это косметическое отбеливание, не стоматологическое. То есть, бояться докторов, да, есть боязнь доктора, потому что там когда-то не было анестезии, я не знаю, все помнят эту зубную боль, и все, что касается зубами, слышишь слово «зуб», сразу вспоминаешь про зубную боль. Здесь абсолютно этого нет. Ну, расскажи, пожалуйста, что уже входит в состав этих вот веществ волшебных, которые отбеливают зубы? Это химическое отбеливание, то есть, не надо бояться этих слов, в стоматологии тоже химическое отбеливание, это нормально. Разница в чем в составе геля? Почему он безопасный, да, потому что, ну, и все отбеливание основано на перекиси водорода. В стоматологии концентрация этой перекиси достигает 35%, что влияет на минеральный состав зуба. Увеличивает чувствительность, после этого требуется дополнительная реминилизация, возможно, болевые ощущения, ну, и какой-то дискомфорт. В нашем случае пероксид карбамида является активным веществом в составе геля, плюс весь комплекс реминилизации уже заложен туда. Во время процедуры подобное количество перекиси никак не влияет на эмаль. Ну, расскажи, пожалуйста, как проводится процедура, из каких этапов она состоит и сколько времени она занимает? Процедура занимает максимум 45 минут. Проводится в три этапа. Каждый этап длится по 15 минут. Отбеливание происходит при помощи ЛЭС-системы и геля. В капу накладывается гель, и человек абсолютно спокойно, без каких-то дискомфортных ощущений, вот в таком симпатичном кресле проводит время, можно немножко поспать, отдохнуть, попереписываться в телефоне, послушать музыку. Ну, а как часто нужно отбеливать, то есть какой эффект по длительности? Что касается длительности, здесь не совсем так, может быть, правильно или неправильно. Пигмент будет образовываться всегда. Вот какое бы отбеливание мы ни делали, вышли на улицу, на следующий день уже у нас процесс пошел. Да, какие-то первое время мы не видим визуально, да, потому что количество очень маленькое. Со временем его останется больше, 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 больше. То есть мы не наносим никакой там защитный слой, барьер, не красим ничего, просто его удаляем. Если говорить о том, через сколько вы вернетесь к тому, с каким тоном вы пришли, то здесь многое зависит от того, как будете ухаживать. И если ничего не делать, то где-то можно, полгода можно ходить. А если девушка или юноша приходит и делает эту процедуру регулярно, вот как положено, раз в полгода или еще раньше, хорошая ли эта альтернатива винирам? Я считаю, что да, я считаю, что хорошая, так как в мире все больше и больше начинает цениться натуральность, начинают люди ухаживать все-таки за собой, пытаться сохранить и улучшить то, что есть. Многие отказываются уже от искусственных каких-то вещей. И если делать эту процедуру регулярно, если следить, зубки будут всегда белые, и не нужно никаких дополнительных там устройств. Рассказываю, что все, конечно, очень интересно, но очень бы хотелось все-таки посмотреть на этот процесс, увидеть все своими глазами, скажи, получится ли у нас сегодня это сделать. Конечно. Сейчас мы ждем Кристину, и мы с радостью вам все покажем. Кристина, привет. Привет. Пока заполни, пожалуйста, анкетку. И если в процессе возникнут вопросы, задавай. Если не возникнут, то я в двух словах тебе что-то расскажу. Да, ну я на этой процедуре вообще впервые решилась, так сказать. Расскажите хотя бы вкратце о том, как она проводится, какой эффект, может быть, достигнет. Мы сейчас наденем капу и под действием лампы прямо в этом кресле в зависимости, ну, начнем с 15 минут. Максимально мы сделаем три процедуры. Здесь нет никакого вреда, никакой опасности. Для эмали просто на практике и из опыта больше трех процедур за один день делать бессмысленно. Нужно какое-то время подождать, дабы был результат лучше. А как часто лучше? С какой периодичностью делать, чтобы поддерживать какой-то... Вот смотрите, у каждого человека индивидуальный свой тон. Разный у кого-то, может быть, там, второй, у кого-то там. Не обязательно у всех людей идеально белые зубы. Это нормальная задача прийти к этому тону вашему максимальному и его потом поддерживать. Для поддержания достаточно раз в полтора месяца где-то проходить и делать короткую процедуру по 15 минут. Также есть там средства для домашнего ухода. Можно поддерживать все это полосками, специальными пудрами и так далее, чтобы продлить эффект. Либо можно делать длинную процедуру по 45 минут, приходить это раз в 3-4 месяца. Берите, пожалуйста, по шкалу. Какой у вас там? Как думаете? Я думаю, что где-то 22. 20, 22. Ну, окей, значит, записываем. 22. 22 и потом посмотрим, что будет потом. Это я нанес спрей, активатор, комплекс витаминов, удаляет дневной налет, немножко подсушит полости рта, чтобы во время процедуры было комфортнее. И чуть-чуть поменять щелочную среду, чтобы лучше работал гель. Не стесняйтесь, как бы но с щеткой. Все зубки можно чистить, будет только полезно. В одноразовую капу мы наносим специальный гель. Кристина, пожалуйста, капа. Да, и давайте, чтобы максимальное количество зубов у нас осталось на виду. Присаживайтесь поудобнее. Вам очки. Специально последняя коллекция. И для подстраховочки, на всякий случай, такая штучка. Каждую минутку будет пикать. Ну, вот, собственно, и все. Ну что, пока у нас Кристина проводит первый этап отбеливания, хотелось бы еще немножечко с тобой поговорить, порасспрашивать. Вот, если у людей пломбы или коронки, это каким-то образом влияет? Да, это достаточно распространенная история. Причем, проблема в чем заключается основная? Ну, опять же, в силу, наверное, того, что это не было распространено, никто об этом не задумывался. Люди просто ставили коронки, а потом решили отбеливать зубы. Но далеко не каждая коронка поддается отбеливанию. Теоретически, искусственный материал вообще не отбеливается. То есть, он не набирает пигмент, соответственно, он и не отбеливается. На практике уже, конечно, был опыт, мы отбеливали и коронки, и виниры, но гарантии, к сожалению, дать не можем. Прежде чем заниматься какой-либо реставрацией зубов, будь то пломбы, коронки или что-то, но их обязательно нужно отбелить. И уже в цвет, в тон, в белый вставить коронку, а не наоборот. Расскажи, пожалуйста, были ли люди, которых вот эта процедура по отбеливанию ничего им не принесла, никакого эффекта добиться не смогли? Ты знаешь, да, была недавно одна девушка. Она позвонила мне и сказала, что пробовала стоматологическое отбеливание, и абсолютно ничего не получилось. Такое может быть. Такая эмаль. Такой тон эмали. Особенность. Все индивидуальные, ничего нельзя сказать заранее. В 99% случаев, соответственно, все проходит удачно. Она пришла, мы с ней попробовали. Да, результат был не очень, буквально там пару тонов удалось убрать. Но в силу того, что есть возможность все-таки пытаться, да, то есть это не опасно, эта процедура может делать чаще, чем стоматологическое отбеливание, и это не вредно. Ну вот она заинтересовалась, жду звонка, она хочет все-таки еще попробовать, потому что делать короткую процедуру, всего 15 минут, попробовать сделать длинную, посмотреть на результат. Ну, в общем, как и всегда, и везде, да, всего зависит от каких-то личных особенностей организма человека. Совершенно верно. Случаи разные бывали. Бывало такое, что и за 15 минут, за первые 15 минут удалось там сделать зубки белей на 20 тонов. Такое, это тоже, так скажем, исключение из правил, но в другую сторону только, в хорошую. Ты не раз уже упомянул про стоматологическое отбеливание. Расскажи, пожалуйста, в чем же отличие стоматологического от косметического, и почему ты советуешь выбирать же все-таки из этих двух процедур именно косметическую? Отличие в комфорте, отличие в простоте процедуры, отличие в стоимости этой процедуры и в ощущениях. В последствиях, то, что очень часто слышу, что приходят люди, жалуются на стоматологическое отбеливание, не хочу обидеть стоматологов, но что потом болят зубы, что потом… Ну, возникает ряд каких-то проблем. Это повышенная чувствительность, которая длится там чуть ли не годами. В этой процедуре чувствительность зубов никак не влияет? По степени эффективности это то же самое. Нет такого отбеливания, куда вы пришли и заранее сказали, вот я хочу такой тон, и с таким ушли. Не бывает такого, и никто там не скажет вам заранее, что получится, потому что это особенность. Да, есть статистика, да, есть средние показатели, все ориентируются на них. Соответственно, у нас то же самое. Да, средние показатели 12 тонов, может быть, там, больше, может быть, меньше. Ну, средняя цифра такая. Ну, давай сейчас раскроем, пожалуй, самый главный секрет. Я думаю, что многих телезрителей очень волнует вопрос. Сколько же стоит эта процедура? Насколько она доступна вот этим людям? Мы постарались сделать эту процедуру максимально доступной, дать людям возможность всем попробовать ее. Вот самая дорогая, то, что 45 минут стоит 3900 рублей. А есть ли у них какие-то вот лайт, ну, какие-то… Соответственно, 15, ну, они, каждая называется, там, есть лайт, классика, премиум. Премиум 45 минут, лайт 15, классика 30, премиум 45. Соответственно, чем больше, тем сильнее эффект, тем дольше он держится. Тем дороже стоимость. Тем дороже стоимость, да. Причем здесь первый раз всегда рекомендую всем делать премиум. Почему? Потому что, опять же, особенности эмали. У кого-то с первой процедуры уходят все 12 тонов, и следующую, они уже больше как закрепляющую, там, но еще пару тонов. У кого-то после второй заметена самая эффективная, считается, вторая. А у кого-то только после третьей. После того, как люди проводят отмеривание у вас, советуете ли вы им как-то поддерживать результат, который они смогли достичь, и чем именно его стоит поддерживать, какими средствами? Да, я понял. Мы, конечно, советуем. В первую очередь, мы советуем следить за своими зубками, делать их белыми, избавляться от желтого налета, и взять это за правило, как один из элементов ухода за собой, за своей внешностью. И все это легко и просто, все это можно делать, и все это можно поддерживать и в домашних условиях. Зубки будут белые всегда. В нашей линейке косметики есть все необходимое для этого. Василий, а какие-то возрастные ограничения существуют ли для данной процедуры, или их нет вообще? К возрастным ограничениям я бы отнес только то, что рекомендуется эту процедуру проводить лицам, достигшим 18-летия. Скажи, а сам ты на себе, так сказать, эту процедуру проводишь? Я абсолютно все, что у нас есть в линейке, абсолютно все я пробовал на себе, тестирую в первую очередь. Та продукция, которая представлена здесь у тебя в студии, расскажи, пожалуйста, о каждом продукте и на что его действие направлено. Вся наша продукция, она направлена на то, чтобы зубки были белыми и здоровыми. Есть в нашей линейке средства для поддержания, или можно их назвать средством для домашнего ухода. Я рекомендую их после процедуры использовать. Вот я сам вообще подсел на нее. Есть пудра специальная для отбельной, вместо зубной пасты и пользуюсь. И специальные зубные щетки. Тоже очень классные. То есть не нужна зубная паста, а пудра достаточно? То есть не нужна. Она выполняет все функции, что и зубная паста, плюс она еще за счет того, что не содержится альтинный кислород, отбеливает. Очень хорошо для поддержания. И вот как раз то время, которое ты между процедурами, ничего не уходит в тон, и очень хорошо. Полоски для отбеливания. Ну, все, наверняка, тоже слышала. Они очень распространены, в нашей линейке они тоже есть. Есть свои полоски, очень хорошие, тоже периодически я не развлекаюсь. Также есть проблемы у людей часто с чувствительностью, повышенной чувствительностью. С этим мы тоже знаем, как бороться. Есть специальный мусс, используя который, эту чувствительность мы понижаем. Ремельзирующий мусс, его можно тоже как использовать зубная паста. Можно отдельно для ополаскивания. В полстирта еще существует такая проблема, как кровоточивость десен. А вот с ней как-то можно бороться? С этим нужно и можно бороться при помощи нашего ополаски. Это с гиалуроновой кислотой. Он очень хорошо зажаляет и помогает восстанавливать все внутренние ткани. Спасибо огромное, что ты нам все рассказал. У меня лично вопросов никаких не осталось. Осталось только дождаться, когда у Кристины процедура подойдет к концу и оценить результат. Мы закончили, 45 минут прошли. И, пожалуйста, посмотрите, что получилось. Видите ли вы разницу? Ничего себе, такие белые стали. Здорово. Почти виниры. По-моему, результат очевиден. Но только вот на сколько тонов мне сложно оценить. Давайте я помогу. Видите, чуть-чуть повыше голову. Двенадцатый тон. Я думаю, да. Мне очень нравится. Как прошло все? Ну, на самом деле, я, когда шла на эту процедуру, немножко опасалась, что это как-то сильно неприятно или даже больно. Но, на самом деле, вполне себе комфортно даже в 45 минут в таком удобном кресле провести это время. Результат мне очень нравится, на самом деле. 45 минут и минус 10 тонов. Да. Очень хорошо. Можно делать целостное. Да. Ну, а это была программа «Один совет». Надеюсь, этот выпуск стал для вас полезным. Мы встретимся с вами уже через две недели. И я вновь раскрою немало секретов. Ну, а пока я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»!